его лицо не увидите на центральных телеканалах в час пик похвалите меня похвалить быстрее сейчас умру впереди диди 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 дидам бам-бам тири диди 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 когда я начал петь я просто хотел нравиться девочкам а не только желание там когда предчувствием разлуки мне странно голос ваш звучал когда смеясь я ваши руки своих руках отогревал часто ли инициатива исходит от вас а надо ли афишировать свое имя как сейчас говорят неудачница у тебя отзывается дело не отзывается не делай не делай когда не отзывается недоверие боже вы гениальный проматывая всю свою жизнь ой господи да ну давай ладно ну давай попробуем еще чуть-чуть говорят чем талантливее человек тем более смиренным он должен быть ему многое дается от бога с него и спрос больше имя нашего сегодняшнего гостя не мелькает в хрониках желтых газет его лицо не увидите на центральных телеканалах час пик он вообще редко дает интервью рядом со мной замечательный певец актер театре и кино заслуженный артист россии евгений дятлов евгений здравствуйте хочу вам признаться что для меня правда большая радость познакомиться с вами лично и кстати это не ради рейтингов о которых мы с вами разговаривали до этого вашей беседе с митрополитом иларионом это давно было да вы затронули очень хорошую тему таланты и мотивации в искусстве вообще да у вас я так полагаю ведь тоже как у любого нормального артиста мотивация это менялась с годами да конечно как же если когда я начал петь я просто хотел нравиться девочкам а чем брать я не знал а и вдруг вот это пение для меня мне кажется это было настолько такое естественное желание заряжать воздух это с собой чтобы ко мне действительно потянулись девичьи взгляды там и их устремление ну серьезно вот прямо это я помню но это в 13 лет а когда настал щелчок когда дружил переход да ну когда на самом деле вдруг когда ты начинаешь вообще осваивать это потому что не все сразу получалось вообще ничего не получается одно дело ты открыл рот и закричал да а потом вдруг ты решил это превратить в какую-то мелодику и так далее тут и тут же попадаешь в зону законов то есть ты становишься вплетаешься в какой-то поток вот и этот поток просто и называется жизнь то есть вот здесь она происходит она может не происходить там где ты вдруг лег и ну перестал двигаться все жизнь начинает затухать вот а где она активная где она пульсирует где она наполнена где она насыщенная там законы и их надо для себя открывать как только ты начинаешь открывать то девочки становится только частным моментом через них как вы там вдруг открывается и ты начинаешь смотреть на все шире глубже яснее и вдруг становится ты ты с удивлением и благоговением начинаешь смотреть на жизнь которая состоит из таких мощных универсальных законов творчества там искусства построения там гармонии там и так далее вот вот это открытие для себя вот этих вещей причем этом учился скрипки с 1 по 7 класс и вот наверное с 1 по 4 это было просто какое-то изнасилование вот но это не просто это конечно я кокетничаю потому что мне все равно нравилось мне все нравилось что связано с музыкой и я в это включался но я не понимал а где-то уже к шестому седьмому классу когда уже собственно ну я вырос у меня скрипка стала больше да уже там целая на и на ней уже ты можешь извлекать такие звуки и ты начинаешь тебе вдруг рассказывает композитор из чего состоит мир этой музыки вивальди да там второй концерт и начинаешь но дайте пам 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 и все и ты взлетаешь это тебе человек когда-то несколько веков назад записывает подарок который ты через себя начинаешь открывать и с тобой происходит такая метаморфоза это удивительные же штуки и вот с этого примерно периода седьмого класса вот вот этот весь мой пубертат он стал в себя убирать весь этот мир вот а не только желание там проявить себя и вот это это чудо великое вот в этом вот в этом в этом в этом счастье довольно рано к вам пришло и осознание может сказать да евгения скажите честно какой было наверное самая весомая оценка вашего творчества до либо действительно самый ценный комплимент вашему делу ну не знаю на самом деле это не является комплиментом знаете для меня оценка когда тебя приглашают в работу для меня оценка когда к тебе приходят на концерт для меня оценка когда после этого там ну скажем человек приходит и я вижу там улыбку на его лице вот это улыбку какие-то слова которые сами ну как бы содержание именно этих слов мне не столько важны сколько само желание что-то говорить после этого общаться там передавать какие-то свои эмоции которые родились в результате общения со мной вот и вот это и есть для меня это перманентное состояние нету какой-то одной точки которая типа является путеводной звездой и там дальше хоть трава не не расти но мне это человек когда-то сказал боже вы гениальный вот нет металлоне а возможно это человек взял и сказал вы изменили мою жизнь такой тоже есть да то есть есть и для меня это тоже очень важно я помню когда одна женщина подошла ко мне сказал мне три месяца назад погиб сын вот спасибо вам на вашем концерте я жила но такой частный случай очень важный конечно а похвала вообще артисту нужно учитывая то что у него постоянно страдает самолюбие с да 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 в том то и дело потому что она страдает поэтому она и нужна сама по себе если вы очень стойкий оловянный солдатик и все в порядке и все такое не столько нужно похвала сколько благодарность вот то есть типа спасибо вот классно молодец спасибо вот а похвала типа там уж как ты клал какой же ты к какой же вот это это когда у тебя начались какие-то падения как в этой в компьютерной игре до у героя зелененький столбик жутко идет уже так к нулю дамки ты душа а похвалите меня похвали быстрее сейчас умру вот такой бывает бывает серьезно это и я себе это отлавливал вот и очень много обратная сторона медали так ты все твои истерики все твои там психи ну как у артиста именно да вот потому что те кто общается часто с артистами они наблюдают эти истории это тоже это как это но это все лакмусовая бумажка показывает что опять же уровень здоровья уровень как бы там чудом твоя твоя твоего боевого заряда близится к нулю от кого вы всегда примете совет совет от мамы от жены от товарища которого я прямо люблю вот мой друг который и от андрея мерзликина есть у меня максим литовченко вот есть еще ребята там из разных сфер вот которые по своим сферам если вдруг мне дадут совет я к ним прислушаюсь с большим удовольствием они как правило не они не критикуют у них в совете любовь продолжая тему любви тоже любви к зрителю любви к людям к публике вашей вы как любой большой артист выступали на множестве концертных площадок как от больших концертных залов светских мероприятий публика и сцены имеют значение да да имеют и это это удивительный такой момент причем это не имеет отношения какому-то там скажем артиста вообще если человека поставить на лобное место перед людьми с ним начинает происходить метаморфоз но это вы легко можете обнаружить если вас завтра возьмем пригласим на дворцовой площади скажите что-нибудь людям вот вы почувствуете как у вас пересыхает язык во рту как что-то расширяется глаза начинается тремор зажимается шея и вы его и уже как же я же такая мягкая контактная отзывчивая вдруг все так заканчивается вот то есть это естественный объективный процесс вот то бишь это заложено в нас еще видимо нашими нашими там предками это вот это выход одного против большого то есть у тебя начинается очень такие странные физические процессы с которыми надо как-то их надо как-то урегулировать с ними надо справляться то есть надо провести с собой еще какую-то работу вот это очень важная на самом деле история вот нам кажется что типа да ну чё он артист он там вышел ему это легко не легко это всегда происходит происходит всегда физиологические реакции всегда это происходит просто ты научаешься нарабатываешь себе какие-то приемы по которым ты отводишь эту энергию отводишь эти зажимы каким-то подвластным тебе образом но у тебя все равно где-то там вот мизинец он видимо похолодеет и будет за все за весь организм тянуть эту тему если не мизинец значит почка если не почка значит еще что-то вот все равно это энергия куда-то нету такого которые не знаю может басков конечно вот но которые здравствуйте мои дорогие и типа я вообще купаюсь в этом всем вот меня не верю в это вот я считаю что это это очень большой такой кропотливый и такой процесс как в себе это победить и выйти к людям поэтому каша сцена имеет значение это 10000 перед тобой иногда кстати удивительный эффект удивительные вот я например там выступал в большом концертном зале кремля и вот на большую площадку иногда возникает эффект такого эйфории когда пьянящие чувства и ты там летишь и иногда ты выходишь меры череп перед десятью человеками и вдруг ты начинаешь каждого видеть как своего родственника причем такого критичного такого учета вот и очень конкретно понимаешь что видит точнее не понимаешь а вдруг с тобой начинается эта игра ты видишь на видишь лицо одного человека другого третьего зависимости от того как он смотрит он может смотреть был просто у него же выработалась такая маска да такая и ты думаешь так он же меня просто он же меня есть просто без соли и перца ну что это такое вот он сидит такой и перед ним тебе петь и он один вот он сидит раз два три десять человек сидит один сидит такой и ты понимаешь что в него вообще не влетает он пришел для чего-то другого на этом так не был артиста вижу вот и все до него не доходит там слова там типа когда предчувствием разлуки мне странно голос звучал когда смеялась я ваши руки в своих руках отогревал то есть я начинаю рассказывать историю человек сидит и ты понимаешь в него не вылетает что для тебя тоже плохо ты же хочешь обратной связи ты хочешь когда значит один сидит вот так вроде за так и все их 10 человек и каждая характеристика тебя что ты не справляешься у тебя не получилось здесь не получилось здесь не получилось здесь это абсолютно субъективно потому что в конце они говорят и вот этот который сидел такой молодец молодец это очень хорошо очень выходя на сцену сколько у вас остается действительно от вас ну то есть будучи проводником мысли вы знаете на самом деле то есть может быть остается то самое лучшее это то что в тебе то есть когда тебе не надо думать там я не знаю идея ни о чем то ты в этот момент этим не не озабочен вообще даже если ты прям перед этим было забочен и после этого будешь опять этим озабочен но в этот момент вдруг все это выключается нельзя сказать что это не ты это тоже ты но вот это это самое как бы лишенное каких-то животных отправлений животных задач какого-то от всей твоей лимбической системы хотя конечно страхи тебя в это время будут преследовать будет как это сказать ты будешь видеть оптический прицел который направлен на твою самооценку вот это все есть но ты это начинаешь преодолевать как только ты погружаешься в тот материал который ты представляешь вот то есть из чего ты сам состоишь твой голос тебя отпускает раз ты ты вдруг расправляешься это парадоксальное состояние конечно большинство артистов сегодня это не может не радовать на самом деле занимаются не только личным творчеством да но и всю душу вкладывают в то чтобы каким-то образом хотя бы немного но помочь людям которые в этом нуждаются поэтому так или иначе ваши имена они появляются да они мелькают благотворительных проектах я об этом тоже не могу не спросить часто ли инициатива исходит от вас или как правило это хорошее предложение на которое вы не можете не согласиться нет предложение не бывает хорошим потому что за этим стоит всегда боль вот что это за хорошее предложение это просто там боль страдание но видите какая штука да я не знаю но можешь помогай ну то есть хочешь помогать я ничего другого тут не могу сказать у тебя отзывается делай не отзывается не делать не делай когда не отзывается то есть есть такие которые знаете мне как-то позвонили там говорят нам нужен мы можем помочь там у нас какой-то фонд круто эти все деньги пойдут там куда-то что-то они там пойдут а затея такова надо прийти и ну так сказать быть лицом что-то там провести что-то там наверное сыграть в казино просто все вот эти там типа выигрыши пойдут насколько они там пойдут что они там пойдут ну понятно что они не ради детей это делают понимаете я не помню там по моему детям помогали или еще кому-то это все при крышке вот это все совсем о другом еще просто конечно надо отгонять эту мысль еще потому что она ужасно мешает что не доверие нет 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 ну потому что это правда парадоксальная такая вещь на тебя это нахлынувает прямо вот что мы смс коми собираем там или своим каким-то концертом вот там помочь ребенку и параллельно информации когда ну сильные мира сего просто за за 150 миллионов долларов делает себе очередное свое там какое-то это домашнее гнездышко там ну ё-моё ну ребята ну как ну это вообще никуда вот это сильно на тебя действует надо это отключать выбрасывать потому что ну жизнь у нас одна она очень короткая 70 лет и у него 70 лет у которого там 150 миллионов на очередную его дачу делать что что должно будет вот если получается делать что-то я не могу во что-то я не могу вписаться вот понимаю что сейчас ну сейчас точно не могу реально вот сейчас хотя 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 это все тоже такая как бы ну скажем ну такое кокетство потому что ну если ты такой альтруист вообще вот жесточайший ну ты будешь жить вот в маленьком домике вот и все остальное просто тратить на благотворительность есть и такие ну вот я не могу собой так похвастаться этот вопрос мы тоже задаем очень многим а надо ли афишировать свое имя делать делая доброе дело или возможно как заповедовал христос надо милостыню делать в тайне вот бабушка моя она мама мама была девочкой да вот у них там в деревне было ну скажем такая как сейчас говорят неудачница вот и хатка покосилась и мужчины как-то не задерживались и в это часть тараканами вот веселье то есть единственная да и бабушка маму заряжала с делала этот какого кутули вот туда еды все 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 вот это божили в деревне и она утром пока еще там ни свет ни заря она бежала чтобы ее никто не сенглит смотри жопте никто не видел вот убегала этот оставлял этот кутулек и убегал вот это вот был принцип и он скорее всего да вот такой евангелический и сейчас я думаю тоже то же самое другой вопрос что иногда вот смотрите это опять же издержки вот так вот того что происходит что одни гребут просто эти деньги не пойми куда вот а другим для того чтобы собрать эту сумму надо объявить свое лицо иначе никто не пойдет ничего не при не 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 в соне то есть мы из людей какими-то механизмами иногда там вытаскиваем ну да вот чем там вот там фонд константина хабенского но все-таки константина же хабенского вот это очень сильно действует вы опять же это было давно но это не прошло мимо нас вы участвовали в программе чтение евангелия вслух да да было такое очень эмоциональное было прочтение у вас досталась 26 глава евангелия да и вот что хотелось у вас спросить человека который публично к этому до прикоснулся что чувствуешь когда читаешь когда смотришь на эти события книги книг да я там все про предательство да какие мысли посетили только одни что на самом деле смотрите я лишний раз то что я несколько раз ну периодически это возвращался к прочтению думаешь вообще в этом есть в этом есть такая такая все-таки какая-то высшее высшее душевное знание которое вот дано в виде вот этого написания евангелий да что ведь там христос если если мы то что читаем то и понимаем вот он вполне мог иуду остановить он от меня читал потом всякие там объяснения что типа но он же знал что он бог чего ему бояться но это неправда он плакал ему было страшно ему было больно ему было все вы по вы начните себя это сколько вы это выдержите ему не хотелось ничего такого что типа но он же бог он там в конце концов там это все нормально поэтому он специально иуду туда послал специально иуда его предал он хотел это что за мазохизм это бы это сразу куда-то совсем другие дебри заводит ничего подобного то есть пока он был человек он был человек он просто верил в то что он сын божий он сам верил но если об этом вот я я это читаю как читаю я понимаю что ну это уникальное уникальное явление иисус христос вот я имею ввиду то что я читаю вот это что он знал чувствовал от иуды это что он его предаст он вполне мог его сказать вот он у меня предаст остановите его он этого не сделал он в результате ничего не сделал даже для того что типа как только у меня предаст ну отвалите ему как положено ватушу гаджи вот почему тот предал кстати тоже вопрос что только от того что он сам по себе что он гад или это это зависть сумасшедшая а если это сумасшедшая зависть почему почему христос не вылечил его зависть почему он ему позволил завидовать почему он ему не объяснил что завидовать нехорошо что там много вопросов возникает и тогда этот какой-то космос в том смысле что у каждого человека есть право свобода это страшно что у каждого есть свобода на то что он делает вот но она есть и он у нее ее не забрал и уже иуда сам распорядился дальше этой свободой пошел и повесился но это великая вещь то есть для меня это потрясение мне мне очень острую дали главу и я пока я читал вот в меня это все входило а вам удается все в жизни каждое событие как раз воспринимать благодарностью как бесценный урок да да вот это это очень это очень и знаете что я очень благодарен что именно в этом смысле я благодарен именно тому что я каким-то чудом попал вот именно в актерскую среду именно что меня учили верить в предлагаемые обстоятельства то есть относиться к другому как самому себе воспринимать другого жизнь другого как нечто что заслуживает колоссального и максимального внимания колоссально сейчас мы были в ирландии просто поехали значит решили посетить дочка очень там влюбилась в мультфильм секретов келс то есть тайна города келса это и как раз разговора библии это евангелие которые писали монахи то ли шотландские то ли ирландские в общем которые в конце концов притесняемые норманами сбежали от них и оказались в городе келсе и там писали эту книгу там потрясающе в общем дочка этим заболела мы поехали в ирландию и когда мы оказались на во всех этих местах и когда мы стали проходить когда стали об этом читать когда мы стали смотреть как эти буквы они на пергаменте без лупы вот а там но такой шрифт вот такие заглавные буквы такой шрифт они все выписаны там так это нереально это нереально заставить час людей просто отказаться от всего с быть этими монахами и и вот это все выписывать при том при всем что бытие наше ну намного легче проще комфортнее и так далее то есть это даже несопоставимые вещи увидев эту землю увидеть как эти люди могли в то время жить ты начнешь за них проживать начинаешь за них про прочувствовать каждый день своей жизни вот и это конечно это конечно потрясает вот пока что мы просто даже не понимаем кто мы кто мы какое-то чудо какое-то несоизмеримое мы ходим несоизмеримые ни с чем вот и конечно это благодарность конечно это когда тебя вот в тебя это все время попадает 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 и ты понимаешь ты еще пока как собака палата даже ты это все понимаешь но выдать это и как это обратной связью вдруг точно там попасть и раскрыть это что типа ребята чем мы занимаемся надо что-то другое с собой делать не прыгать в этом что мы там вытворяем вот но мы прыгаем и вытворяем это тоже интересно типа почему вот и вдруг ты находишь какие-то ответы почему мы это делаем считается ли вы на сегодняшний день себя счастливым человеком да понимаете мне вообще так кажется что счастливый человек тот кто вообще родился вот это и есть счастье это счастье потому что это уникальное просто по факту думаете вы так не думаете вы так вот это вот слияние в и это клеток вот деление потом превращение потом получение каких-то качеств каких-то совершенно уникальных данных вот не 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 повторяемая вот это вот цепочка днк и так далее это но вы же когда смотрите на что-то удивительное даже типа вы самый несчастный человек но вам продемонстрируют что-то такое там типа смотри что создали смотрю и он на секунду он почувствует вот это холодок по коже то есть вот это 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 работает само по себе это удивительно и что-то удивительно что-то уникальное в этом плачу когда я вижу когда балет прямо вот отточенные движения прекрасное что-то на сцене происходит что-то удивительно все слезы из глаз нет того что мне плохо горько или еще что-то это восторг это восхищение вот я люблю плакать от восхищения проматывая всю свою жизнь за что больше всего в жизни вы благодарны богу но за то что посылал наверное испытание мне по силам и давал мне возможность давал мне возможность приходить к осознанию вот каких-то своих плохих поступков там хороших каких угодно то есть мне кажется что он меня все таки очень жалеет так типа вот ну давай ладно ну давай попробуем еще чуть-чуть ну давай давай ой ну снова ладно тут еще не это ну хорошо ну пусть будет так вот вот так я может это господи спасибо вам большое евгений спасибо за эту беседу я наверно не буду желать чего-то оригинального только здоровья вам да спасибо спасибо огромное до встречи до до встречи до встречи